Отводящие по всем населенным пунктам от магистрали пойдут. Вы же сделали внутри поселкового водопровода? Да, все уже сдался. Отводящие подойдут, они, возможно, сразу внутри поселкового разводят, если документы все готовы. Нет, внутри поселкового это мы уже будем делать по линии Минсельхоза. Вот это отводящие по линии Минстроя России, то, что сейчас президент дал поручение завершить всю документацию по 2014 году, а в 2015 году ввести в бюджет Российской Федерации и начать строительство. А внутри поселкового, ну мы параллельно начнем по линии Минсельхоза, по программе соцразвития села. Так что даст Бог, вы не болейте, вон врачи к вам приехали, здоровье проверьте. Не дай Бог, если чего там проблемы будут, у нас сейчас и в листе есть медицинские возможности другие. Кардиоцентры с активностью. Сосудистые вот эти, да. А можно еще один вопрос? Да. А кардиограммы, кардиографию тоже делаем? Мы все делаем, да. Если есть показания, направляйте. Да, да, да. И кардиолог приехал здесь на месте и тоже смотрит сразу. Сейчас же мы в листе, в сосудистом центре, в нашей республиканской больнице. Делаем те операции, которые несколько лет тому назад вообще у нас даже и мечтать не могли. Это коронарография, вот это стентирование, да. Офтальмология, офтальмологию тоже же делаете сейчас, проверяете диагностику. У меня мать вот два года назад чуть не ослепла на один глаз, Волгоград возил. А сейчас и не надо возить, в листе все делаем. Начали с зимы работать, уже на сегодняшний день чуть больше 300 операций сделали. Тиблеев такой, врач, очень. Уже в этом году? В прошлом году. Прямо довольны мы очень. Можно еще один вопрос? Конечно. Вот когда-то я работал, лет десять, наверное, в Экебуруле. Там был, когда еще у Лемшина, тоже выборность была, задавали вопрос по акциям Калмыкия. И так сказали, все, сдавайте там, записывайтесь, по-моему, или в соцзащите, или там списки составляли. И вот с тех пор она все и заглохла. Вот если честно, забудьте. Да? Конечно. Хоть ясно что-то. Забудьте. А то, говорю, во, все, будем возвращать, все, списки составляйте там. Там сколько таких тогда было, этих всяких? МММ было. Типа МММ. Нефть, Алмаз, Инвест. Всякие там Калмыкии. Что-то только было. Дом Селинга этот. Первый ваучерный. Ну, обманули народ, да. Ну, это понятно. Да, что скажешь. Да? Не, ну а то просто лежат, лежат. Столько лет прошло, больше двадцати, так? Девяностое года. Сейчас чего ворошить прошлое. Ну, а с сегодняшним днем и в будущем будем жить потихонечку. Жизнь к лучшему поменяется. Постепенно, согласитесь, вот так вот, хотя бы даже вот этот пример по медицине, да? Но вчера и в мыслях такого не было, чтобы... Я же вот по самым таким маленьким населенным пунктам езжу. Ну, допустим, месяц, два тому назад в Сарафе-Тухтуне был там вообще по пятьдесят, по сорок дворов. И приезжает такая техника. Эйджнер там по девяносто лет, они лет тридцать не то, что обследование врача не видели, фельдшера, а тут за околицу вышли и всякий диагноз получили обследование. Ну, может быть, не лечение, но, по крайней мере, направление и четкое понимание, какие у людей есть. Два года... Нет. Полтора года тому назад поставили перед собой задачу вернуть Чаграй так, как Басан Бадминч строил. Сделали. Там же было при его пропускной, от проектной мощности около шестисот миллионов трубов всего двести. Ну, вы помните, как вода уходила. Как лето, так все, ее нет. Да. Запустились? В эту зиму пошел сброс, и вон сейчас четыреста восемьдесят миллионов. А будем больше принимать? Вообще до Лысого лимана хотим, ну, как говорят, может дойти. Когда-то была. А? Когда-то была. Когда-то была. Вот я же говорю, мы хотим вернуть ее...